У Гомели сегодня урочиста открыли первый украинский детский сад у Шмат-Поверховцы. Проект закликанный вырошить проблему с недохопом дошкольных установ в районах Новобудовлев. Батьки и дети уже оценили ноу-хау, а городские улады зарабили анонс новых подобных проектов. Настасья Кучинская протягнет. Открытие этого садка у Гомели – соправдная падение республиканского масштаба. Проблема недохопа садов в микрорайонах Новобудовлев актуальная для всех буйных городов. Новые домы растут, як грыбы, пасля дожжу. Инфраструктура за гэтыми масштабами видоводшина не поспевая. К тому за гомельским экспериментом назирая уся краина. Мы к этому шли не один льгот. Да, надо было убедить все соответствующие министерства, ведомства в том, что здесь будут соблюдены все необходимые требования для детей. Ну и частично эти какие-то нормы были упорядочены, немножко отрегулированы с помощью министерств. У садку есть все необходимое столовое, спальные покои, залы для гимнастики и занятка музыкой. Побыч веранды для гульня, урух транспорту по периметре выключены. Территория огорожена, калитки закрываются, поэтому видеонаблюдения установлены. Поэтому со стороны безопасности детей, я думаю, здесь все будет в порядке. Новый садок – соправдная новогодница для Жихаров 19-го микрорайона Гомеля. Проблема кроковой доступности дошкольных установ у микрорайона стоит в остро. Новый детячий сад – я ет Шасткова, а Левы Рашая. И он различен на 60 местов. Будут спрацовать три группы по 20 детей у кожной. Красиво все новенькое, дети довольны. Очень понравилось нам, как встретили, очень понравилось все, как сделано. Будовництво звычайного детячего сада обыходится прикладно у 8 миллионов рублев. Гэта побудовали за полтора. Городскому бюджету садок, дарыча, амальничого не каштавал. Подарунок городу зарабил забудовщик – Гомельский домобудовничий комбинат. Подобные садки при первой махшимости планують побудовать у 164, 96, 96 и 59 микрорайона Гомеля. Коли проект опынется паспяховым, аналогичный опыт могут распаусюдить и на іншые регионы краины. Настасия Кучинская, Игорь Марышченко, телерадиокомпания Гомель.